Продолжение следует... 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 Харизма. Лидер должен вдохновлять. Лидер – это человек, у которого есть ценности. Лидером рождается. Нет, лидером становится. И вот, в общем, такие сведения достаточно противоречивые поступают со всех сторон, что, в общем, создает такое ощущение небольшого хаоса или большого хаоса. Если у вас так, поставьте, пожалуйста, мне в чат пятерочку. Если вы согласны с тем, что все, что связано с лидером, с лидерством, носит такой немного несистемный характер и сложно воспринять эту информацию. Да, вижу пятерочки в чате. Спасибо за обратную связь. Действительно. Поэтому вот я поставила сегодня свои задачи на наш короткий промежуток времени общения. Как раз-таки посмотреть, а можно ли попытаться нам с вами как-то эту историю всю систематизировать. И, соответственно, взгляд мой упал на SWOT-анализ. Это инструмент качественного анализа, который позволяет в бизнесе опираться на факторы, которые мы собираем вовне и внутри компании для того, чтобы разрабатывать стратегии. Я подумала, почему бы его нельзя использовать для лидерства. Вот сегодня мы посмотрим, что мы можем в этой связи сделать. Вначале я бы хотела рассказать пару слов о учебном центре «Специалист», от имени которого я сегодня выступаю, имею честь выступать. Это один из старейших учебных центров в России. 29 лет он уже занимается обучением людей и более миллиона уже человек закончило различные курсы в нашем центре. В центре порядка 250 преподавателей и все это преподаватели-эксперты, преподаватели-практики. Я рада, что у меня есть возможность вот, да, тоже быть в их числе. Кто я? Зовут меня, немножко представлюсь. Зовут меня Костюк Ирина Валерьевна. Я преподаватель, консультант и ментор для руководителей и владельцев бизнеса. Я член Национальной Федерации профессиональных менторов и коучей. И недавно я была избрана лидером комитета по работе с госструктурами в этой федерации. У меня достаточно обширный практический опыт управленческий. С 96 года я работала в Центральном аппарате Федеральной таможенной службы России. С 2002 года я в бизнесе, имею опыт управления топ-уровня с 2008 года. И у меня достаточно большая география сотрудничества. Это Европа, Китай, Турция, Индия, Россия. Я занималась солидной позицией в, наверное, крупнейшем мебельном холдинге страны. Поэтому, в принципе, я знаю, о чем я говорю. И сейчас сфера моих интересов именно в области преподавания и проведения обучения – это лидерство и управление командой. Это менеджмент, управление сотрудниками, получение результативных, получение результатов. Управление компанией, стратегия компанией и переговоры, включая международные. Вот в этой области я реализую себя сейчас в качестве преподавателя, если не считать бизнес-составляющей. Мои контакты вы видите сейчас на экране. Пожалуйста, если у вас будут вопросы по курсу, вы можете мне написать. Также на экране вы видите страничку в специалисте. У каждого преподавателя в специалисте есть своя страничка. У меня тоже есть своя страничка. Там вкратце описан мой опыт. И можно посмотреть отзывы слушателей, которые у меня проходили уже до этого обучения. И вы можете оценить, насколько эти отзывы вам понравятся. Конечно, есть у меня профили в соцсетях, в фейсбуке и в инстаграме можно подписываться. Это не бизнес-профили, это личные профили. Но иногда я там публикую заметки, которые касаются интересующих меня тем. Вам они тоже могут оказаться интересны. Очень любопытно мне было бы познакомиться и с вами тоже, друзья мои, поближе. Пожалуйста, если вам это удобно, то мне бы хотелось узнать, кто вы, чем вы занимаетесь, почему именно эта тема сегодня для вас важна, почему вы сегодня решили прийти сюда, потратить свое вечернее время после работы и посетить этот вебинар. Мне было бы это очень интересно знать, я заинтересована в вашей обратной связи. Поэтому, если вы напишите об этом в чат, я буду очень-очень рада. Ну, вы можете пока писать, да, а я приступлю, собственно, к теме, потому что время у нас довольно-таки ограничено, хочется использовать его продуктивно. Вопросы, которые будут возникать у вас, возможно, по мере нашего общения, вы можете тоже писать в чат. После того, как мы с вами завершим основной блог, я остановлю запись и посмотрю, на какие вопросы я буду успевать ответить по времени, да, по возможности я постараюсь их, ну, осветить. Итак, о теме. Личный свод для развития лидера. Что мы будем сегодня с вами обсуждать? Вот вижу уже первые ответы по тому, кто вы, что вы. Очень-очень-очень интересно. Спасибо вам за то, что делитесь, это ценно. Итак, сегодня мы с вами обсудим, как руководителю стать лидером, что такое свод-анализ, как сделать личный свод, который поможет в развитии вас как лидера, да, как раз поможет понять свои сильные, слабые стороны, возможности и угрозы, которые вокруг существуют. В конце нашего вебинара я скажу вам о небольшом таком подарке от себя лично вам, кто до конца сможет меня, будет заинтересован в том, чтобы дослушать всю информацию до конца, тот получит полезную очень вещь. Потом вы сможете также пересмотреть этот вебинар на канале YouTube специалиста по адресу, который вы сейчас видите у себя на экранах. Пожалуйста, там на самом деле много полезных вебинаров, и этот будет выложен тоже в том числе. Итак, первая тема, которую мы с вами касаемся, это как же все-таки руководителю стать лидером. Ну, смотрите, как мы обычно выстраиваем нашу стратегию. Мы сначала определяем цель и критерии достижения этой цели, так мы поступаем обычно в бизнесе. Потом мы оцениваем текущее состояние, а что мы имеем сейчас, и потом мы можем соединить эти две точки стратегии. Примерно так же мы можем поступать и при любой задаче, которую мы хотим себе поставить. Например, при задаче развить в себе лидерство. Вообще, если тема вам интересна, то, конечно, я вас хочу пригласить прийти ко мне на мой авторский курс «Эффективное лидерство». Программу и расписание вы можете посмотреть вот по ссылке по адресу, указыванному сейчас на экране. Ближайшая группа как раз состоится у нас примерно через неделю, с 21 числа, и будет продолжаться 4 вечера с 18.30 до 21.30 в комплексе «Белорусско-Савеловский» компании «Специалист». Эта программа, кстати, прекрасно зарекомендовала себя и испытана в дистанционном формате. Очень удобно, можно совершенно не тратить время на дорогу и так далее. Поэтому, пожалуйста, можно ее с дорогой душой могу ее рекомендовать, в том числе и в дистанционном формате. О, я вижу, как приятно видеть. Здорово. Снова встречаются знакомые люди. Как это приятно. Рада, Марин. Итак, содержание этого курса. Курс состоит из четырех частей. Каждой посвящено четыре академических часа. И я считаю, что в рамках этого курса вы получаете, вы не то чтобы стали лидером автоматически, но вы получаете направление развития каждой компетенции лидера. И мы знаем о том, что лидером не становится просто так, а есть определенные стадии становления для лидера. Первый модуль у нас посвящен тому, кто же такой лидер, какие есть основные модели лидерства. И первый этап, первая ступень лидера – это быть лидером по отношению к самому себе. Согласитесь, если вы не являетесь лидером по отношению к самому себе, то бессмысленно пытаться быть лидером по отношению к другим. Сначала научись управлять собой, потом, возможно, ты сможешь перейти на следующую ступень и начать уже управлять другими. Второй модуль посвящен как раз-таки инструментам коммуникации. Мы все имеем свои особенности, то есть у каждого из нас есть свой стиль. У кого-то этот стиль харизма, я умею заражать людей, я умею вдохновлять. У кого-то это стиль аналитический. И такие люди часто говорят мне, Ирин, мы не знаем, как нам быть, потому что неразвитые у нас такие навыки. А люди, которых вы хотите вести к цели, они ведь смотрят на вас и они думают. Как же так? Это человек, который хочет быть лидером. И он постарается нас вдохновить, но у него не получается. Возникает такое несоответствие. Вот когда возникает несоответствие, ваши потенциальные последователи, они очень хорошо и тонко это чувствуют. И поэтому очень важно уметь выбрать такой лидерский стиль, который будет полностью отражать именно вашу индивидуальность, именно ваши сильные стороны, на которые вы опираетесь. Соответственно, для аналитика этот стиль будет особенный, ну и для каждого типа это будет особенный стиль. И вот здесь мы очень хорошо на курсе с этим разбираемся, понимаем у кого какой стиль и что нужно делать такому человеку для того, чтобы стать лидером. Здесь же на второй ступени мы говорим о том, как развивать эмоциональный интеллект, как развивать коммуникативные навыки, потому что это ключевые инструменты лидера. Третий модуль посвящен тому, что такое команда. И здесь мы выходим уже на новый уровень. То есть мы хотим построить эффективную команду, мы хотим играть роль лидера в команде. И у этого процесса тоже есть свои закономерности. Есть этапы, которыми следует команда, если мы хотим ее строить. Бывают ситуации, когда команда вовсе неуместна, и это мы тоже обсуждаем. Когда команда нужна, когда команда не нужна, когда мы команду создаем, и что нужно делать для того, чтобы команду создавать. Через какие этапы при становлении проходит команда, соответственно, мы с вами, что должны делать на каждом этапе, с какими проблемами мы столкнемся, и что мы будем делать как лидеры на каждом этапе, сталкиваясь с этими проблемами для того, чтобы эти проблемы успешно разрешить и вывести команду на новый уровень. Роль лидера в команде, роль остальных участников в команде, все это мы с вами обсуждаем в рамках третьего модуля. Ну и, наконец, четвертый модуль посвящен особым ситуациям в жизни лидера, это ситуации, которые связаны с управлением конфликтами, как сделать конфликты полезными, как отличить полезные конфликты от вредных, какова политика лидера в разрешении конфликтов, тренируемся там практически разрешать конфликты. И как оставаться лидером в любых ситуациях, в том числе, когда вами пытаются, например, манипулировать, как распознать манипуляцию, как быть лидеру в этой манипуляции, как оставаться лидером. Собственно, вот такое вот содержание. Ну, сейчас я не буду вас дальше отвлекать, и давайте пойдем дальше. И наш второй вопрос. Что такое свод-анализ и как сделать личный свод-анализ? Свод-анализ — это инструмент качественного анализа, который изобретен в 65-м году Кеннетом Эндрюсом в Гарварде, и, наверное, нет ни одной компании, которая не использовала бы свод-анализ при разработке стратегии. То есть свод-анализ помогает составить нам такое системное, структурированное описание конкретной ситуации для нашего проекта. В данном случае мы говорим, что наш проект — это вот мы как лидер. Мы потенциальный лидер, и для того, чтобы этот проект был реализован, мы хотим использовать вот инструментарий свод-анализа. Свод-анализ на чем основа? Посмотрите, пожалуйста, я сейчас вам буду немножечко показывать здесь курсором. Видно ли мы мою красную точку? Видно? Плюсики ставим. Спасибо. Отлично. Значит, смотрите, что такое свод-анализ. Матрица свод-анализа подразумевает, что у нас с вами есть факторы, которые мы с вами собираем, и разносим их на 4 сегмента. Одна часть, левая часть, это факторы с положительным влиянием, и вторая часть правая — это факторы с отрицательным влиянием. При этом верхняя половинка у нас относится к факторам внутренней среды, а нижняя половинка у нас относится к факторам внешней среды. И таким образом мы с вами получаем группу факторов, которые, например, сильные стороны, левый верхний сегмент оказывают положительное влияние на наше направление, на решение нашей задачи, на наш проект. И это факторы, которые связаны с внутренней средой, то есть с нами самими, если мы говорим о лидере. Слабые стороны оказывают отрицательное влияние, и они тоже находятся у нас внутри, мы ими управляем. Ключевое, ну, во внутренней среде мы сами этим управляем. Во внешней среде у нас тоже есть факторы с положительным влиянием — это возможности, и факторы, которые имеют отрицательное влияние — это угрозы. Соответственно, у нас с вами есть конкретная область исследования, это важный принцип. Мы обязательно должны выбирать конкретную область исследования, не слишком широкую, не слишком такую расплывчатую. Мы должны четко разделять элементы. Ключевая сложность при формировании SWOT-анализа, обычно даже у профессиональных маркетологов, — это не перепутать внешнее с внутренним. То есть сильные и слабые стороны, которые находятся внутри, — это у нас внутренние особенности проекта, которые подвластны самому проекту. А внешние возможности и угрозы — это то, что вовне проекта находится, и мы можем это использовать, но напрямую влиянию эти факторы не подвластны. Нам нужно избегать субъективности, то есть мы должны быть объективны при создании SWOT-анализа. То есть если, например, вы работаете над своим имиджем, и вы делаете все для того, чтобы вас считали человеком целеустремленным, грамотным, эмоционально подкованным и так далее, и вы вкладываете в это свои силы, но сейчас это не так, то вы должны оценивать ситуацию на здесь и сейчас, вот именно в этот момент времени. Потому что если вдруг вы этого не сделали, сделали ошибку и будущие успехи записали себе уже в актив, то в этом случае вы получите ситуацию, когда вы забыли, не успели, не заметили, что вам нужно предпринять еще какие-то действия для собственного развития. Поэтому объективность, мы обязательно должны быть объективными, соответственно, мы должны оценивать себя здесь и сейчас. Также имеет очень большое значение и очень полезно получать взгляды извне. Не только себя оценить, потому что мы часто, глядя изнутри, можем многое и упустить. Поэтому будет здорово, если у нас есть кто-то, объективные люди, которые нам дадут информацию, не только причем позитивную, но и ту, которая позволит нам провести всесторонний анализ. Также те люди, у которых взгляд не замылен, потому что мы сами, например, можем не придать значимости. Ну, скажем, вы считаете, что там, ну и что, что я работаю там 15 лет руководителем крупной компании, да? Ну, все же такие на рынке труда, думаете вы, да? И вот незамыленный взгляд вам скажет, да ты что, посмотри на себя, у тебя же опыт, у тебя же знания, тебе можно доверять, ты эксперт в этих вопросах, там, да, и так далее. Поэтому получите, пожалуйста, взгляд извне, иногда он дает вам очень-очень важные вещи, которые вы сами можете не заметить. Точные формулировки. Например, давайте я вас сейчас спрошу, вот что нужно делать, чтобы больше зарабатывать? Вы можете пока ответить в чат. Что нужно делать, чтобы больше зарабатывать? Работать эффективнее, больше работать. Вот видите, да, это ответы с неточными формулировками. Больше работать, обучение и практика, да? То есть что конкретно, где конкретно нужно работать, когда и что нужно сделать, в какие сроки мы должны что-то делать, да-да-да-да-да-да-да, вот, то есть все формулировки с такой несовершенной формой глагола, там, развивать, брать, работать, повышать, это все процесс, да, поэтому нам нужна максимальная конкретика, чтобы наш процесс, который является только лишь направлением, чтобы мы его превратили в совершенно конкретные действия. Вот, например, там, да, учиться и работать, давайте детализируем тогда, на что, где, чему именно учиться, где наши, где пропадают наши недостающие знания, где их мы можем получить, какой план мы намечаем, что мы будем делать прямо сейчас, какие сроки, почему важно именно это делать, да? То есть вот нужно максимально использовать те формулировки, которые будут очень конкретные и желательно сформулированные по SMART, то есть будут конкретными, будут измеримыми, будут ограниченными по времени, будут достаточно амбициозными, но при этом будут достижимыми, и они будут важны для достижения нашей вот финальной цели. Идем дальше. Алгоритм. Как мы делаем свод? Что мы делаем? Технология очень простая на самом деле. Вот наш свод, да, что нам сделать для того, чтобы его получить? Собираем факторы, распределяем по сегментам, ранжируем по влиянию, исключаем несущественные. То есть, смотрите, мы сразу не начинаем думать, а какие только вот мои сильные стороны. Мы просто себе вот берем прям лист бумаги в клеточку, да, расчерчиваем его и прям просто подряд записываем, без привязки пока что к сегменту. Просто записываем, какие факторы могут оказать влияние, неважно, позитивное, негативное, внутри, вовне. Мы пока не тратим ресурсы на то, чтобы это определить. Мы пока просто пишем себе в столбик вот все факторы, которые могут оказать какое-то влияние. Потом мы начинаем присваивать сегменты. Ну, вообще, конечно, в Excel это удобнее делать, чем на листике в клеточку, да. Вот. Мы начинаем эти факторы распределять по сегментам. Потом мы распределяем их по степени, по силе влияния и те факторы, которые, ну, такие надуманные, которые, знаете, мы там придумали немножечко вот уже, ну, что бы было из серии, да, вот или они оказывают недостаточное влияние, или они, может быть, сбудутся, а может быть, не сбудутся. Вот их мы исключаем. Дальше мы оцениваем то, что у нас получилось, а получилось у нас с вами как раз-таки вот эта матрица свод. Вот. И делаем выводы. Благодаря этим выводам мы можем наметить векторы развития и спланировать свои действия, то есть выработать стратегию нашего развития. Какие факторы мы получаем, если мы говорим о свод анализе именно в контексте лидерства? Посмотрите, если мы говорим об организации, то мы говорим, что сильные и слабые стороны оцениваются по одним и тем же параметрам. Я сейчас не буду углубляться в то, какие это параметры, потому что у нас с вами другая задача. Для лидера мы тоже будем оценивать сильные и слабые стороны по одним и тем же параметрам, а параметры эти – это и есть составляющие лидерства, и об этом мы очень подробно с разбором, что, как, где брать, как этому учиться, как прокачивать, мы об этом говорим на курсе. Параметры у нас получаются следующие. Это мировоззрение. Вот какое у вас мировоззрение, откуда оно берется? Например, мы можем задавать с вами такие вопросы. Скажем, что является моими сильными сторонами? Какие у меня есть ценности? Какие у меня есть принципы? В чем мое предназначение? Понимаю ли я смысл того, что я делаю? Ведь лидер, понимаете, это тот человек, за которым идут люди. А почему люди идут за лидером? Почему люди идут за лидером? Потому что лидер – это тот человек, который понимает далекий смысл, миссию, ради чего мы должны предпринять усилия, у которого есть видение этой самой привлекательной картины в будущем, куда мы хотим привести наших последователей. И лидер – это тот человек, который берет на себя ответственность и говорит, ребята, я знаю куда, я знаю как, отдайте мне свои ресурсы, я гарантирую результат. И большинство людей, 98% людей, они на самом деле не хотят сами принять это решение. Они хотят, чтобы нашелся вот этот лидер, который поведет их и возьмет ответственность на себя. И они готовы за это отдать ресурсы. Но для того, чтобы они вас идентифицировали как лидера, вот лидер, он имеет, ну скажем, две составляющие. Это внешнее впечатление, которое он производит на людей, но обязательно должно быть еще и внутреннее содержание, потому что без внутреннего содержания вы обертка без конфетки. Пустышка. Поэтому мировоззрение, конечно, относится у нас к внутреннему содержанию лидера. И это то, о чем человек, который хочет стать лидером, должен постоянно размышлять. Каковы мои цели? В чем их ценность для меня? В чем ценность моих целей для окружающих? Каково мое предназначение? Зачем я делаю то, что я делаю? В чем смысл моей работы? В чем смысл моей жизни? Я не побоюсь этого громкого выражения. Есть ли у меня видение? Умею ли я, могу ли я развивать свое видение? Как развивать видение? Как я буду представлять себе сначала относительно себя свою привлекательную картину будущего и способствовать тому, чтобы эта картина превратилась в реальность? Могу ли я свое видение доносить до людей так, чтобы оно воодушевляло этих людей? Как я выбираю свою стратегию жизни? Следующий параметр. Из чего формируется мировоззрение? Подробнее на курсе мы обсуждаем. Я вот общую канву вам сейчас дала. Как мы выбираем свою стратегию жизни? Так, сейчас я всем мьют сделаю. Я прошу всех отключить микрофоны, потому что запись идет, да, и чтобы у нас не было хрипов потом. Да-да-да, очень верно. Вот как раз Оксана сейчас пишет. Большое спасибо. Я все читаю, стараюсь, да, тоже замечать. Потом еще вернусь к вашим комментариям. Действительно, лидер знает, чего хочет, а люди вокруг, которые хотят за ним последовать, они не знают. И поэтому они готовы отдать свои ресурсы лидеру ради, да, тех целей, которые он назначает. Вот стратегия жизни лидера, да, вот, например, вы лежите на диване, попиваете там пивко, например, или кушаете шоколадку, смотрите телевизор. Это лидерская стратегия или нет? Как вы считаете, лидерская стратегия или нет? Ну, а в ответ очевиден, конечно же нет. Конечно, это не лидерская, а лидерская это какая? И вот посмотрите, например, может быть стратегия такая, когда мы находимся в точке ноль, и мы понимаем, что выход из этой зоны комфорта, из точки ноль, он сопряжен с определенными рисками, да. И если мы хотим приобрести какие-то блага, то, значит, мы должны идти на риск, да. И если мы принимаем решение не выходить из этой точки ноль, а остаться в ней, то тогда мы вынуждены сокращать потребности. И, конечно, это не вариант лидерской стратегии, да, нам это неинтересно, если мы хотим стать лидером. Сокращать потребности – это точно не наш путь. Другой вариант, если мы ищем тех, за счет кого мы можем удовлетворить свои потребности, не своими ресурсами, не прокачивая свои знания, умения, навыки, не работая над собой, не рефлексируя, не анализируя то, что мы видим в среде, среди людей, в себе. И мы никак не анализируем, да, и не делаем из этого вывода никак не совершенствуемся, а просто берем некий ресурс какого-то другого человека, который может нам дать то, что нам нужно. Эта стратегия тоже не лидерская. Наоборот, мы можем стать, допустим, героями. Полярная стратегия, да, когда мы говорим, вообще не важно ради, там, ну, к чему мы будем идти, не важно какая ситуация, не важно, что от этих рисков я вообще могу сгореть, как бабочка на свече, но я пойду, потому что, а иначе все пропало, и там, да, эту стратегию выбирают те люди, которые выбирают рискованные профессии не ради адреналина, а ради того, чтобы помочь другим людям. Ну, вот, это стратегия героя, да, вот врачи наши сейчас в период самоизоляции, те, кто работают, те, кто добровольно пошли работать в красную зону, это вот стратегия героическая, да. А лидерская стратегия, она подразумевает, что мы идем на риск, но при этом мы не готовы сгореть, как бабочка над свечой, а мы готовы осознанно принимать ситуацию, оценивать ее объективно, объективно, оценивать себя относительно этой ситуации, работать над собой, развивать себя и прежде всего верно брать ответственность за свою жизнь, потом за жизнь других людей, да. И мы последовательно прокачиваем свои компетенции и выбираем ту стратегию, которая позволяет нам достигать нового уровня жизни, достигать новых этапов развития, да. То есть мы последовательно совершенствуемся в направлении той далекой привлекательной цели, которую мы себе ставим. Такая стратегия может считаться лидерской. Что еще? Мировоззрение и стратегия жизни – это у нас такие компоненты очень значимые, и они относятся к внутреннему миру лидера. Есть еще моджо. Моджо. Термин ввел в обиход Марк Голлстоун, да, и это, в общем-то, знаете, если просто сказать, то это такой вот прям драйв. Это такая энергия, это такая сила, которая имеет своим происхождением удовольствие, которое вы получаете от того, что делаете. И это удовольствие, этот драйв настолько великий, что они транслируются окружающим. Наверняка вы в своей жизни встречали таких людей, с которыми просто приятно общаться, и они прямо как бы излучают эту энергию. Вот это называется, по-простому называется моджо. Моджо можно разложить на составляющие, и можно посмотреть, из чего состоит моджо, и как мы можем моджо себе нарастить. Потому что есть моджо, а есть ноджо. Мы можем испытывать энергию, а можем, наоборот, чувствовать себя абсолютно в нересурсном состоянии. На моджо будут оказывать влияние следующие вещи. Насколько я идентичен, понимаю ли я, кто я, тем ли я занимаюсь в жизни, чем я действительно должен заниматься, чем я хочу заниматься. Если это не так, то что я с этим делаю? Из чего складывается моя уникальность? Какие у меня есть достижения? Что я смог сделать в последнее время? Чем я могу гордиться? Что я запишу себе в копилочку своих мотивашек или в портфолио, назовите как хотите? Чему я научился в последнее время? Что я нового узнал? Как я продвигаюсь в профессиональном плане? Как я продвигаюсь в личностном плане? Что думают обо мне окружающие? Умею ли я объективно оценить ситуацию? Умею ли я понять, где я могу оказывать влияние, а что моему влиянию не подвластно, что находится вне моего контроля? И что я буду с этим делать? Как я буду к этому относиться? Буду ли я менять ситуацию? Буду ли я менять себя? Или что я буду делать в этой связи? Все эти вопросы, они очень помогают. Наконец, четвертый параметр эмоциональный интеллект и коммуникация. Каков мой личный стиль? Вот тот стиль, который действительно мне свойственен и с которым окружающие мои будущие последователи, члены моей команды, участники моей команды, они не скажут мне, эй, дружок, ты какой-то фальшивый, мы не хотим за тобой идти. Каков этот стиль? Как определить его? А он есть. А какие еще есть в стиле, кроме моего? А понимаю ли я, как с другими общаться? А какие мне нужны условия идеальные с учетом моих личностных особенностей? А какие условия нужны тем самым другим, которых я хочу за собой в атаку? Понимаю ли я свои и чужие эмоции? Насколько я умею ими управлять в себе, в других? Какие у меня есть для этого инструменты? Хорошо ли я знаю своих сотрудников? Умею ли я управлять конфликтами? Понимаю ли я закономерности развития сотрудников, о всей команды, о своей роли на каждом этапе? Да, вот эти вот все вопросы мы с вами задаем здесь. Ну и, наконец, харизма. Харизма – это то самое внешнее впечатление, которое вы производите на окружающих. Понимаю ли я, из чего складывается она? Знаю ли я о том, какие типы харизмы бывают? Или для меня харизма – это только какой-то определенный стиль поведения? Как я буду… Что такое харизма вообще? Как я буду производить вот это вот воздействие на людей, чтобы они захотели пойти за мной? Когда я буду аутентичным при этом? Какие инструменты я могу при этом использовать? Все вот эти вопросы – это все про меня внутри меня, да? То есть все это в наши внутренние стороны. И если мы имеем на них ответы и понимаем свои сильные стороны, то это будут, соответственно, сегмент «С» – наши сильные стороны. Если мы не имеем ответов на вопросы или здесь для нас полный провал и зона ближайшего развития, а может быть, зона отдаленного развития, то мы будем записывать их в слабые стороны и будем думать дальше, что с этим делать. Наконец, факторы, которые относятся к внешней ситуации. Какая ситуация является… Понимаю ли я вообще ситуацию? Объективно ли я ее оцениваю? Знаю ли я, какие факторы для меня благоприятны вокруг для того, чтобы я развивал свое лидерство? Что может мне помочь? Какие тенденции в мире, в окружении, может быть, в компании играют на меня, как на лидера? Что и кто может меня усилить, помочь, поддержать, вдохновить? Это причем могут быть ваши реальные знакомые, это могут быть примеры из практики, это могут быть ситуации, в которые вы попадали, это могут быть примеры людей, стиль которых похож на ваш, тех, кого вы берете себе в пример и за ними начинаете следить. Тренер, да, тоже. Прекрасно, тренер, замечательно. Что я могу проработать сам? Какие у меня есть доступные внешние ресурсы? Сюда вот мы этот блок формируем из ответов на эти вопросы. Это будут у нас возможности. И аналогично, но только с отрицательным влиянием, мы фиксируем угрозы. То есть какие есть ситуации… Смотрите, здесь ошибка, да, простите меня, пожалуйста. Конечно, ситуация неблагоприятные факторы и тенденции вокруг меня. Кто и что может меня ослабить? Кто будет тормозить мое развитие? Может быть в окружении, может быть какие-то примеры, может быть какие-то ограничения, которые существуют в моей голове благодаря, в кавычках, кому-то или чему-то, опыту предыдущему, да, или там каким-то вещам. Что вызывает мое беспокойство и не дает мне развиваться? Что мне не подконтрольно и что я не в силах изменить? Все это и составит набор наших факторов, с которыми дальше мы с вами идем и начинаем делать выводы. И какие же выводы мы можем делать? А выводы классические для свод-анализа. Посмотрите, они здесь у нас на схемке обозначены цифрами. Вывод номер один. А в чем мои преимущества на основе моих сильных сторон? Что я могу показать миру? Что у меня есть, на что я буду опираться? Мои сильные стороны – это моя опора, это то, что дает мне стабильность. Это то, от чего я могу отталкиваться, чувствуя уверенность, для того, чтобы намечать себе новые цели. Как сделать так, чтобы о моих сильных сторонах узнали и стали бы им доверять? Ведь часто мы имеем сильные стороны, но вот окружающие о них не знаю. Знакомо? Бывает такое. Какие у меня есть внешние возможности, которые я могу сравнительно легко реализовать? Что в моем доступе? Какие возможности я сам могу создать, опираясь на свои сильные стороны? Как я могу минимизировать свои слабые стороны и как я могу нейтрализовать угрозы? Конечно, если могу. Могу ли я превратить свои слабые стороны в сильные? Да? Шестой номер. Могу ли я превратить свои слабые стороны в сильные? Ну, например, да, вот чтобы не быть голословной, допустим, вы плохо коммуницируете. Это не ваша, допустим, сильная сторона. А вы знаете, что лидер, который много молчит, производит впечатление очень уверенного человека. И многие этим пользуются. Харизма приобретается, в том числе, вот есть вид харизмы, который основан на том, что вы сосредоточенно слушаете и много молчите, а вопросы или реплики какие-то даете редко. Вот, пожалуйста, вам. Вроде бы слабая сторона, но можно ее превратить в сильную и на ней построить свой лидерский образ. Как я могу компенсировать свои слабые стороны, которые я не могу изменить? Что я буду с ними делать? Буду ли я эти слабые стороны развивать? Буду ли я искать возможности как-то иначе компенсировать эти слабые стороны? Или я буду превратить, ну, что я буду с этим делать? То есть вот эти вопросы мы с вами задаем. И, наконец, последний вопрос, а как я могу внешние угрозы преобразовать в возможности? Вы знаете, сейчас вот период самоизоляции, он очень круто на самом деле показал, как люди, именно причем в нашей стране, проявляют лидерские качества, превращая угрозу в возможности. Я вот недавно слушала интервью с владельцем сети ресторанов «Белый кролик» и так далее. И вот то, что люди делают… Возьмите Анастасию Татулу, всем известную, владелицу сети Андерсон. Пожалуйста. То есть бизнес фактически закрыт. Фактически закрыт. И что делают люди? Они идут на коллаборации, они начинают заниматься доставкой, они готовят там свои блюда и доставляют их домой, либо доставляют их в магазины, где через магазины продают. Они меняют формат деятельности, они проводят мастер-классы удаленные с участием шеф-повара, который сопровождает вас. Вы готовите под их руководством из еды, которую они вам доставили, по рецептам, которые они вам доставили, и при этом шеф-повар в качестве шоу, сопровождения вам. Вот это все умение преобразовать угрозу в возможности. Это абсолютно-абсолютно лидерский подход. Не сложить лапки спокойно и не сказать, вот, ну, не получилось, да, как я говорю, лидерскую стилю лось. А использовать то, что нам доступно, творчески переформатировать ситуацию так, чтобы она стала приемлемой. Лидер – это тот человек, для которого ситуация всегда приемлема, обстоятельства приемлемы, и он будет работать над собой, чтобы в этих обстоятельствах все равно продвигаться дальше. Но, в отличие от героя, он будет идти на осознанный риск. То есть рисковать своей жизнью он не будет, он будет постепенно выстраивать стратегию самосовершенствования. Сейчас можно превратить свои слабые стороны в сильные, открыв свой YouTube-канал. Ну, вот, у кого-то такой вариант сработает, да, у кого-то как. Таким образом, да. Время наше уже потихонечку подходит к концу, но мы немножечко, я чуть-чуть, да, продолжу. Пока вы формулируете ваши вопросы, если они у вас есть, пишите их, пожалуйста, в чат. Я на несколько из них отвечу, намного не отвечу в силу ограниченности времени. Я вам еще раз повторю свое приглашение, да, я вас с дорогой душой, горячо приглашаю на курс «Эффективное лидерство». Курс коротенький, это 16 академических часов. Программу и расписание вы можете посмотреть на сайте «Специалист» по ссылке на странице курса, выбирайте «Курс эффективное лидерство». Ближайшая группа будет вот идти на следующей неделе, 4 вечера, с 21 числа, с 18.30 до 21.30. Буду очень рада видеть как тех, кто со мной уже взаимодействовал и сейчас пришел, так и тех, кто вновь хочет познакомиться и хочет получить эту пользу. Комплекс «Белорусско-Савеловский» в дистанционный формат тоже абсолютно реален, да, и практика показала, что этот курс в дистанционном формате идет очень хорошо, да, то есть все активности, все это мы делаем, конечно, желательно при этом, чтобы была камера, но как минимум микрофон. И на курсе вы сможете узнать, в чем состоят компетенции лидера и как их в себе формировать, какие свои личные особенности вы имеете, каков ваш собственный комфортный лидерский стиль, как выстраивать коммуникацию и управлять представителями других стилей, как эмоциональный интеллект влияет на эффективность лидера и как его развивать, как сформировать и развивать успешную команду, члены которой имеют высокий уровень мотивации, знаете, из тех людей, которые работают не потому, что так надо, а потому что они сами хотят. То есть такие вовлеченные, ответственные, да, как оставаться лидером в любых ситуациях, определять и пресекать манипуляции и... Я сказала, что он мьют. Просьба не включать микрофоны, пожалуйста. То есть вот весь этот набор вопросов мы с вами будем на курсе разбирать. Как найти курс? Смотрите, курс входит в линейку, в треки курсов для руководителей линейных подразделений. Видите, тут вот здесь у нас есть основополагающий курс руководителей структурного подразделения, очень, кстати, полезный. Горячо рекомендую его тоже, потому что я считаю, что вот он дает базовую универсальную подготовку для руководителей любого уровня. Здесь у нас представлены разные курсы, вот в том числе и эффективное лидерство. В курсы по развитию стреки, по развитию личности soft skills тоже этот курс входит, и он входит, да, в курсы для предпринимателей тоже, но вот здесь это не представлено. Документы, которые вы получаете по окончании, это свидетельство или сертификат, или электронный сертификат, или удостоверение о повышении квалификации. И, наконец, тот бонус, который я вам обещала, и я благодарю тех, кто сейчас со мной, у вас будет возможность, если вы зарегистрировались, и у вас появился личный кабинет, вы имеете туда доступ. Прямо сейчас, после нашего с вами вебинара, я в этот личный кабинет выложу 35 вопросов, совершенно конкретных, которые стоит себе задать при составлении личного свода для развития лидера. 35 вопросов, которые вы сможете задавать для того, чтобы конкретизировать, да, свою работу по составлению личного свода. Пользуйтесь на здоровье. Я, честно сказать, поработала над этими вопросами, и если это будет для вас полезно, чтобы все-таки наш вебинар носил такой немножко прикладной характер, да, потому что понятно, что за полчаса, там, за 45 минут, даже за час, вы свод анализ на себя не сделаете, и, пожалуйста, не верьте тем ресурсам, где вам говорят, что нужно, чтобы сделать личный свод анализ. Вам нужно полчаса времени и лист бумаги в клетку. Это неправда. Это работа, которая требует все-таки раздумий, рефлексии, да, и вам нужно над этим подумать. Поэтому, пожалуйста, список вопросов вы там увидите, а также, если вы зайдете на… да, в личном кабинете будет бонус. А также, если вы зайдете на страницу курса и обратите внимание на описание, да, на описание курса «Эффективное лидерство», то вы увидите, что там еще есть такой инструмент, называется «Дневник развития лидера». Я подробно о нем рассказываю на самом курсе, но вы тоже можете его скачать, потому что это тоже довольно полезная вещь для рефлексии и для того, чтобы не просто жить сегодняшним днем, да, а анализировать ситуацию людей вокруг себя и делать выводы и таким образом тоже развиваться. Так, ну что ж, я сейчас благодарю вас за внимание. Пусть немножечко повисит сейчас вот эта страничка для того, чтобы она у нас зафиксировалась, да. Здесь есть мои контакты. Смотрите, учебный центр «Специалист», контакт, общий адрес электронной почты, инфо собакоспециалист.ру. Также вы можете написать мне, айкостюк собакоспециалист.ру, чем могу, я помогу, подскажу, да. И здесь вот приведены телефоны и WhatsApp специалиста, поэтому, пожалуйста, буду рада вас видеть, и специалист тоже будет очень рад вас видеть. А я вас благодарю за внимание, и сейчас я выключу запись и несколько минут посмотрю, на какие вопросы я все-таки успею ответить. Большое всем спасибо. Приходите на YouTube-канал компании «Специалист», и буду рада видеть вас на курсе. Спасибо.